22 июня день памяти и скорби по всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. В поселке Совхоз имени Ленина в канун этого дня вспоминали не только павших в прошлом столетии, но и участников гражданской войны на Украине. Подробности далее. В Совхозе имени Ленина мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, традиционно начинается с театральной постановки. В этом году на суд зрителей была представлена литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт и ничто не забыто», в которой речь шла и о событиях Великой Отечественной войны, и о трагических днях современной Украины. Артисты соединили эти две разделенные временем драмы. Во-первых, эта тема очень сейчас перекликается сильно именно с фашизмом, с тем, что творилось в 1941-1945 годах, поэтому здесь мы проводим такую достаточно жирную и серьезную параллель между тем временем и сегодняшним, чтобы наши предки и наши потомки не забывали про то, что происходило и, возможно, будет происходить. Автором стихов постановки стала Ольга Фурсенко. Сценарий же написан руководителем театрального коллектива «Премьер» Ларисой Денисовой. Она на четверть украинка. Только, едва сдерживая слезы, Лариса может говорить о происходящем в соседней стране. Я хочу дожить до тех времен, пока все это станет на свои места. Не важно, как. Как это нужно украинцам, но только чтобы был мир и покой, и чтобы у меня не отнимали мою родину. Душа болит, дух бунтует, и не писать об этом просто нельзя. Так что вот те стихи, которые прозвучали сегодня, это вот моя боль и мой отклик на эти события. Работа над постановкой продолжалась три месяца. Сценарий оказался непростым. Вначале было много споров и разногласий. Но артисты смогли, пропуская через сердце и душу каждое слово, донести до зрителей суть постановки. Люблю безумно Россию. И мне очень больно за Украину, что там сейчас происходит. Я очень переживаю, очень плачу очень часто. Мы вросли с Украины. У меня вот от двоюродной сестры там племянники, а мы не можем ни связаться, ничего с ними. Конечно, больно. Мы же... Здесь тема очень Украины развита сильно, но мы в основном, конечно, память о Великой Отечественной войне. И вот все это переплетается на фоне украинских событий, на фоне вот этой вот беспредельщины, вот это действительно, что там творится на Украине. В результате спектакль получился очень эмоциональный. Зрители буквально переживали события настоящего времени, будто воочию оказавшись свидетелями гражданской войны на Украине. И дети, которые сидели в зале, они поняли, что мир надо беречь. А пожилые люди, которые в День Победы говорили о том, что давайте напишем письмо в ООН, напишем письмо в различные организации, чтобы мир воцарился. Для них это важно, ведь вместе с ними на фронтах были и киевляне, и одесситы, и, собственно говоря, жители всей Украины. И никто тогда не думал о том, откуда ты. И сейчас, в общем-то, нет смысла об этом вспоминать. Все вместе, взрослые дети, жители сельского поселения приняли участие в памятном митинге возле обелиска, павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Почти в память ушедших из этой жизни участников Второй мировой войны и погибших жителей Украины минутой молчания, участники церемонии поставили к подножию монумента свечи и возложили алые гвоздики. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.